Настоящая близость обычно начинается издалека. Алексей Жемчужников. Меня зовут Екатерина Землянова и это проект Живые Души, где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней встречи – психосексуальное развитие. Что это такое, из каких этапов состоит и как поговорить со своим ребенком о сексе. Обсудить эту тему к нам пришла Катерина Копылова, психолог. Здравствуйте, Катя. Привет, Катя. Знаешь, готовность к нашей теме, я обсуждала так немножко со знакомыми о психосексуальном развитии. И у меня создалось впечатление, что есть какое-то большое напряжение вообще, когда в принципе хоть как-то касаешься этой темы. Не говоря уж о перспективах поговорить со своими детьми об этой теме. И вплоть до каких-то странных очень историй. Например, что знакомые какие-то переехали из Европы в Россию, потому что в школе началось половое воспитание, уроки полового воспитания. То есть вот как будто какое-то такое реально напряжение есть. Это вот мне показалось или вот ты тоже с таким встречаешься? С напряжением вокруг этой темы, но, конечно, да. Здесь есть напряжение, как ты говоришь, просто людей взрослых вокруг этой темы. И особенно есть напряжение, когда приходят родители, да, и как поговорить, о чем поговорить, да, или что в школе начали говорить, да, и как это... Ну, разные эмоции вызывают у людей. Вот. Да, это действительно так. Что, как ты думаешь, что за этим стоит? Очень много времени иногда родители просто молчат и не разговаривают про сексуальные отношения, про половое воспитание, вообще про какую-то тему отношений, любви. И тут вдруг им надо что-то рассказать. И это вызывает напряжение. Но они же не просто так молчали. И тут возникает вопрос, да, там, а что сам человек, какие у него отношения, ну, сексуальности, насколько он на ты или на вы с этой темой, да. И когда надо что-то рассказать, ну, это, скорее всего, нехватка информации какой-то, да, а что я буду говорить своему ребенку. Второе может быть переизбыток информации, потому что вокруг этой темы есть много ложной информации и ненужной, да, и тогда взрослый человек не очень знает, родители не очень понимают, а что стоит говорить, а чего не стоит. И здесь еще мы можем обязательно в момент, почему возникает напряжение, потому что может быть какой-то неблагоприятный опыт в связи с этой темой. И тогда говорить вообще про сексуальное половое воспитание сложно не потому, что нет информации или ее переизбыток, а потому что есть какой-то опыт, который мешает вообще говорить про это. Как это нам насчет замотивировать зрителей преодолевать вот это напряжение? Ради чего и зачем? Почему это важная цена? Ради чего? Ну, потому что сексуальная жизнь – это же такой источник энергии. Это про свободу, это про удовольствие. Если говорить про мотивацию, все-таки, знаешь, как многие люди думают, что психосексуальное развитие или половое просвещение, половое воспитание – все сводится к теме секса. И тут все люди так не знают, а как поговорить про это, а что нужно, а насколько откровенно можно говорить на эту тему. В каком возрасте? В каком возрасте? И вот здесь я хотела бы добавить, что, во-первых, секс – лишь часть этого разговора. В психосексуальное развитие включается первый момент – это знакомство с собственным телом. Это про то, как быть в контакте с телом. И половое вообще просвещение, если говорить про детей, начинается с чего? Ну, никак не с сексом и информирование о том, что в жизни взрослых людей есть такой вид отношений. Ну, нет. Мы начинаем, и вот здесь можно сразу, когда вот родители, да, например, думают, а с чего начать? Да, с простых вещей. Ну, мы не начинаем в жизни, даже когда выстраиваются отношения, да, между людьми, они не начинаются с секса. В норме. В норме здоровой. Ну, в норме, да. Если же как-то по-другому, значит, что-то здесь можно поставить большие вопросы. Мы начинаем сначала со знакомства с собственным телом. Если мы говорим про половое воспитание для детей, то первое, что нужно сделать, да, и вот с какого возраста, ну, мы можем с нуля начинать уже внедрять, да, половое сексуальное развитие и просвещение. Это как можно сделать? Это как можно сделать? Ну, это про то, что мы, вот сейчас это, есть очень классные книжки, мы говорим, да, мы знакомим с носиком, мы знакомим с ушками, мы знакомим с губками, да, и мы говорим, что у нас в теле есть еще другие части тела, да, и мы спокойно их называем, что у нас есть губы, у нас есть соски, у нас половые есть органы, если это девочка, это половые губы, если это мальчик, то это пенис. Мы просто обозначаем и не создаем вокруг этой темы какую-то особую атмосферу. Это наша... Сакрализация. Да, 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 это просто нашей части тела. И вот здесь вот важно обратить внимание на взрослого. А может ли сам взрослый просто спокойно назвать эти части тела? Хотя бы медицинским языком. Да, хотя бы медицинским языком. Если есть здесь сложность, да, ну, скорее всего, значит, просто когда-то, да, ему не передали эти знания. И здесь нет, ну, ничего страшного, не нужно про это комплексовать, да, мы просто берем детские книжки, открываем, можем начать с простых детских книжек, да, для малышей. С одной стороны, и вот смотри, естественным образом ты смеешься. Вроде бы это же так... Это просто. Это просто. И если у человека есть напряжение, нужно его снимать. Ну, не надо сразу идти в какие-то техники, практики, раскрепощения. Нужно начать с простого, с простого знакомства. И здесь можно открыть, правда, детские книжки, где простым, простым и понятным языком написано про половые органы, про чувства, про эмоции, про то, как выстраиваются отношения. Ну, смотри, тело, эмоции, взаимоотношения, это все включено в психосексуальное просвещение и воспитание. Супер. А давай вот про психосексуальное развитие поговорим, то есть, ну, чтобы вот было какое-то представление о его стадиях, то есть, откуда, куда мы идем, да, с детства и возрослой жизни там. Давай. Откуда мы идем? Мы идем от того, что мы получаем информацию, кто я. Мальчик или девочка. Мальчик или девочка. И эта стадия, она начинается с нуля до четырех. Это гендерная идентичность. И вот в этом периоде очень важно человеку, маленькому человеку донести, кто он. И мы просто это информируем. Мы информируем, показываем. И в этом периоде очень важно, да, вот если говорить про психосексуальное развитие, здесь не только про то, что есть какие-то половые органы, да, у нас. Мы здесь еще добавляем про безопасность. Очень важно на каждом этапе психосексуального развития говорить про безопасность и включать это в нашу жизнь. Что мы им подразумеваем, как я психолог, да, подразумеваю под безопасностью. Уже до четырех лет ребенок должен понимать про, что такое хорошие прикосновения и плохие прикосновения. Так, ну, расскажи. Ну, то есть какие прикосновения могут добавлять боль, а какие любовь. В этом же периоде мы добавляем, что такое нежность и как мы можем проявлять то, что внутри у нас проявляется чувство прекрасного. Как мы можем проявлять. И вот здесь, уже мы здесь, на этом этапе знакомим ребенка. Вот смотри, вот этот вопрос, да, который вначале звучал. Напряжение поговорить про секс. Но мы начинаем еще тогда. И мы начинаем говорить, что внутри есть чувства. И вот это самая важная задача. Начать показывать, а как мы можем проявлять свои чувства. То есть мы знакомим с телом. Мы говорим про безопасность, про приятные и хорошие и плохие прикосновения, да. И мы здесь это подкрепляем в контакте. Ну, например, с животными, когда ребеночек хочет обнять и проявить любовь, задушить. И вот здесь это, ну, как бы с одной стороны мы умиляемся, но здесь, если говорить в контексте психосексуального развития, и если посмотреть в будущем, в будущее, на здоровье, да, нам очень важно дать и подсказать, как я могу проявлять любовь, не, ну, не причиняя боли другому существу, да, животному, человеку, с кем я контактирую. Как это проявлять? Вот она задача, в чем лежит. И вот здесь, вот здесь вот такой важный момент. Здесь что еще очень важно? Важно на этом этапе сказать про, ну, вот про безопасность я должна сказать. Есть такая тоже методичка, с которой важно познакомиться каждому человеку, если вдруг вы не знакомы, то есть есть хорошие прикосновения и плохие прикосновения. А еще есть такая методичка, которая называется правила нижнего белья. И она гласит о чем? Что то, что у нас находится в нижнем белье, это наша тайная, ну, территория. И только по разрешению моему, мое тело принадлежит мне. И только по моему разрешению я могу, да, разрешить кому-то прикоснуться или не, вообще не разрешаю к этому части прикасаться. И вот здесь вот это уже до 4 лет мы уже внедряем такие знания. Ну, и как бы если взрослый человек не знает про это, очень хорошо знать, что у каждого из нас есть такое право. Это зона нижнего белья, это зона, которая личная, это личная граница. Никто без вашего разрешения не может туда прикасаться. Супер, двигаемся дальше. Давай двигаемся дальше, с 4 до 9 лет. Если вот первый этап это кто я, с 4 до 9 лет. Вот здесь вот знаешь, как начинается такой большой разрыв, ну, в смысле большой промежуток времени. Потому что здесь вот уже на этих стадиях, если я уже знаю кто я, мальчик и девочка, да, то следующий этап, здесь происходит знакомство, какую роль я играю в этом мире. Ну, то есть поведение, ролевое поведение мальчиков, ролевое поведение девочек. И здесь мы опять продолжаем подкреплять знания про тело, про их особенности, как они меняются, какие есть изменения. Вот смотри, вот в детстве очень важно детей рассказать про изменения, которые происходят в теле. Какое у нас наше тело уникальное, какие у него происходят изменения. И вот смотри, вот это очень важно. Я хочу, чтобы каждый слушатель понимал, что психосексуальное развитие это в первую очередь про контакт с собственным телом и добрым отношением к этим изменениям и к этим нормальностям и естественным процессам, которые есть в организме. Опять же, здесь, ну, вот с 4 до 9 лет мы не говорим с ребенком про секс. Мы разговариваем с ним, как ты думаешь, про что? Какой должна быть девочка? Какая должна быть девочка, какой должен быть мальчик и из чего состоят отношения. Мы демонстрируем им и показываем, что отношения имеют какую-то логическую цепочку. И сначала, что люди дружат, сначала, потом, может быть, влюбленность, ухаживать, протоколы, вот эти все, дарение подарков. Дарение подарков, да, это очень здорово и классно, когда родители поддерживают своих детей, когда там кто-то хочет купить там цветочек или сделать какую-то валентинку. Это очень здорово и здесь можно подкреплять это поведение. Это нам даст, ну, поддержку в том, что у этих людей, у этих детей в будущем может сложиться очень здоровская сексуальная жизнь. Жизнь, где есть и близость, и понимание, этапность, да, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. И еще очень важный момент. Уже с 4 до 9 лет я бы хотела обратить внимание, что наша одна из важных задач – это ввести вопрос про комфорт. Если, например, в раннем детстве мы даем информацию о том, что такое хорошее прикосновение, что такое плохие прикосновения, да, то здесь мы говорим уже и отдаем уже ответственность человеку, ребенку и говорим, что комфортно ли тебе, как тебе комфортно, как тебе комфортно ходить, как тебе комфортно двигаться. Это что значит? Открытые двери, закрытые двери. Вот здесь очень важный момент. Некоторые взрослые не хотят оставлять детей. Вообще сносят двери. Да, это неправильно, потому что здесь должны быть личные границы. И если взрослый хочет снести дверь, вопрос хочется мне задать взрослому. А что у тебя с границами, да? Есть ли правила закрытых дверей для взрослых в этом доме? Как только в жизни ребенка произошли гормональные изменения, вот здесь мы и начинаем говорить про взрослую жизнь. Вот здесь мы говорим про безопасный секс. Вот здесь мы говорим про болезни, которые ему передаются. Про прививку от папиллома вируса. Да, про прививку, про безопасность. Еще раз напоминаем про твое тело, твое дело, да. Еще раз напоминаем, что отношения строятся сначала ухаживание, сначала дружба, потом романтический этап, и уже потом вступают люди в сексуальные отношения. Вот здесь, в этом периоде, мы как раз начинаем говорить на взрослые темы. И вот здесь, ну вот, очень важно вот это понимать. И с этого возраста, как только происходят гормональные изменения, вот здесь мы можем вносить эту информацию. И опять же, знаешь, Катя, я хочу добавить, и как можно снять напряжение вокруг этой темы, что психосексуальное развитие все-таки это не разовая акция. Это не разовая акция. Но ты развился, и все. Да, и что вот один раз мы поговорили с человеком, и вот на этом все. Нет, не нужно шокировать ни детей, ни взрослых, да, если у них не было психосексуального развития. Что это процесс поэтапный, он вплетается в нашу жизнь. И скорее я бы поддерживала и рекомендовала, ну вот не разговаривать. Ну мы с тобой дружески сейчас общаемся, но не нужно там, нам надо поговорить. Вот у ребенка вызовет напряжение. Ну зачем? Сделать это аккуратно. Вот, ну как-то так, что эта тема, и эта тема, она не прекращается, потому что, например, сначала люди в отношениях думают, что психосексуальный или близость, это только про что-то такое, физический контакт. А чем старше становятся люди, тем они понимают, что помимо физики, там есть много другого прекрасного. Типа взгляды, флирт, взгляды, флирт, близость, понимание друг друга, да, про то, как строятся отношения, как можно получать удовольствие не только от физических прикосновений, но и духовных, так можно сказать. Духовные прикосновения, красивые прикосновения, потому что это же тоже такое великое искусство близости. И близость, и сексуальная близость, это не только физика. И вот здесь вот тоже хочется снять напряжение, потому что, ну, многие думают, что это только вот физический контакт. Ну, нет. Психосексуальное развитие включает в себе многие аспекты. Давай поговорим о том, с какими, допустим, сложностями, да, чаще всего вот в этом процессе, ну, вот больше всего клиентов, больше обращений, больше каких-то вот сложностей. Это, конечно, скованность и невозможность открыться партнеру. Поговорить о своих потребностях? Проговорить про свои потребности, проговорить о том, что, например, женщины молчат, что они не получают удовольствия. Мужчины не говорят о том, чего бы они хотели. Ну, то есть есть вот здесь как раз тема какой-то, ну, табуированности. Очень много проблем, что партнеры не могут сказать о своих сексуальных желаниях. Про это нельзя говорить. И проблемы какие? Ну, люди идут и удовлетворяют свои потребности, ну, где-то вне семьи, вне отношений. И очень часто это бывает именно за... Ну, одна из проблем, конечно, там это может быть множество, но одна из проблем – это интерес к скосуальной жизни. С женой или с мужем я не могу открыться, и тогда нам нужен кто-то, третий, чтобы удовлетворить эту потребность. То есть есть вот такие проблемы. Есть проблемы, которые связаны, например, с тем, что мужчина и женщина очень плохо в контакте с собственным телом. Они не чувствуют, и это стресс, застрессованность, да, нету телесных удовольствий, нету возможности расслабиться. Очень много есть проблем, которые связаны с тем, что партнеры не умеют флиртовать, не умеют за друг другом ухаживать, не хватает людям... Я старый солдат, я не знаю слов. Да, вот это как раз не хватает близости. Давай обсудим вот что, вот я понимаю, что контакт со своим телом – это прям база и фундамент. Это база, это с чего начинается? Если я, допустим, во взрослом возрасте осознаю, что где-то у меня фундамент в этом смысле подрушен, я там не понимаю, что мне нравится, что мне нравится. И действительно очень напряженное тело там, зажатенькое. С чего мне начать самому себе? Могу я как-то помочь в этом? Ну вот смотри, если ты вот такой важный момент сказала «зажатенькое», я бы тут начала бы заниматься с темой расслабления. Ну, тема сексуального развития, сексуального раскрепощения, ну, наверное, это второй или третий этап. Потому что, ну, невозможно получать удовольствие, находясь в стрессе. Это биология. Это просто биология. Ну, то есть и человек не сможет получать удовольствие, он не сможет расслабиться в контакте с другим человеком. Но представь, это не только в контакте с собой расслабиться, это в контакте с другим человеком. И первое, чем нужно заняться, это пониманием того, что с тобой, от чего столько много напряжения, то есть это убрать напряжение, и второе, это заняться телесными практиками, это то, что, ну, то есть первое, это, да, там, почему, это уровень логики, уровень мышления, да, почему так крючит человек, а второе, это заняться и расслаблением, и здесь может быть, ну, миллион вариантов. Это могут быть телесные тренинги психологические, это могут, может быть, йога, это могут быть... Танцы. Танцы, это отдельная тема, да, я очень рекомендую женщинам найти свой вид танцев, и, ну, через танец очень много можно понять про себя, и не только женщинам, мужчинам я тоже обращаюсь, и я бы очень привлекала мужчин к этому способу познания собственного тела, он здоровски раскрепощает, а еще я очень рекомендую всегда своим семейным парам пойти танцевать. Это тот вид, ну, и когда есть вот конфликт, опять же, например, если взять, если проблемы у них в паре психосексуальные, да, или там сексуальные проблемы, мы можем много говорить про то, что им мешает, какие есть установки, но когда мы начинаем какие-то делать практики, и такие, например, социально приемлемые потанцевать, это очень здорово может растанцевать, раздвигать тело и снять это напряжение. А еще, знаешь, я когда думала про важность разговора, да, чтобы заявить о своих потребностях в том числе, что у нас такое чувство, что не хватает просто словаря как будто бы, ну, как будто бы какого-то вокабуляра, да, то есть как бы как про это поговорить, вот где взять термины, фразы, вот это вот все. А про это про что поговорить? Ну, про то же про близость, про потребности, про чувства. Ну, здесь, знаешь, как можно не мудрить, ну, то есть если, например, вот тут очень важно, ну, как бы чем проще, тем лучше. Ну, то есть там один партнер пошел, посмотрел, почитал, умных слов наговорился, и такой приходит к партнеру и говорит, слушай, у меня вот это, вот это, вот это. Ну, партнер может его не понять. И можно начать с простых вещей, да, там, что я думаю, что я чувствую и что бы я хотел или хотела. Ну, то есть я хочу близости, а какой я близости хочу? Как я это понимаю? Что это для меня, да? Да, что это для меня? Это прикосновение, это какая-то возможность вместе что-то приятное сделать, или это какой-то телесный опыт, который, например, кто-то из партнеров подсмотрел, ну, например, в фильме, да, и в разных фильмах, да, это могут быть эротические фильмы, или это может быть какой-то просто художественный фильм, где увидели красивую картину, и вдруг внутри что-то отозвалось, да. Я все-таки бы рекомендовала парам, да, узнавать друг друга. Я устроена так, а как устроен ты? Расскажи мне, как ты чувствуешь? Потому что вот здесь вот, ну, такая тема, да, например, если вот взять тему эрогенных зон, это же исследование, и у каждого... К сожалению, общей карты нет. Да, может быть, да, как клиенты любят, да, дайте нам четкую инструкцию, алгоритмно. Как бы, может быть, здорового, если бы он был бы, но мы все такие уникальные, и если для кого-то, не знаю, одно действие поглаживания – это здорово, а для кого-то это неприемлемо. Поэтому вот здесь очень важно изучать собственное тело, и тему удовольствия, прикосновения, и вот что дает мне удовольствие, релакс, да, и узнавать у партнера, а как он устроен. И если вы узнали одного партнера, это не значит, что у партнера другой партнер, у него такие же потребности, даже если какие-то есть схожести. Вот еще про тему исследования, и самое исследование исследования себя, мне кажется, тоже один из таких частых каких-то травматических событий или непростых событий для родителей и для детей – это тема мастурбации, когда, ну, там, допустим, кто-то из родителей становится невольным или вольным свидетелем этого процесса, и я, честно, читала довольно страшные истории, там, что там какие-то матери, там, чуть ли не пальцы грозились отрубить за, в общем, за это дело. Вот этот вопрос, как родителю, ну, как бы корректно, да, если вот такая ситуация случилась, вот эту тему обсудить и к этой теме прикоснулась? Во-первых, родителю, что он думает про такие прикосновения? Как он сам относится? Сначала каждый человек, каждый взрослый должен задать себе этот вопрос. Какое мое, ну, понимание есть? Это хорошо или плохо? Какой у меня есть эмоциональный отклик на это? Ну, давай так, сразу проговорим. Это хорошо и это нормально исследовать и прикасаться к собственному телу. Да, у нас есть, ну, знаешь, как, у нас есть зона «это хорошо» и есть зона, когда это становится, ну, выходит за границы, да, и вот здесь вот мы должны понимать, вообще прикосновение, мастурбация – это хорошо, это знакомство с собственным телом, и это один из видов эмоциональной разрядки, физической разрядки, когда вот даже ты говорила, да, там, если человек напряжен, ну, пойти в контакт с другим человеком, это очень сложно. И первое, что делают, и рекомендации сексологов, если дальше, там, например, кто-то взрослый захочет знакомиться с собственным телом и идти в эту тему раскрепощения себя, первый из одних уроков, которые предложат, это исследовать собственное тело и получить удовольствие. Ну, то есть сексологи, да, и психологи будут предлагать эту практику и это упражнение. Поэтому это хорошо. Опять же, смотрим, если вот для родителя, да, это хорошо. Второй момент. Если вы, ну, там, если взрослый, да, увидел, ну, хочется задать вопрос, а как вы это увидели? Как так получилось? Сколько ребенку лет? Как так получилось, да, там, если это ребенок, там, не знаю, ему больше 10 лет, как вы вообще оказались в его комнате без разрешения, потому что это как граница. Ну, если ребенок уже повзрослел, мы стучимся в дверь, двери должны быть, мы предупреждаем, потому что это личные границы, и он имеет право заниматься собственными делами. И в этом нет ничего плохого. Если, например, это маленький ребенок, смотри, вот там примерно с 3 к 5 лет идут гормональные изменения. Ну, то есть до какого-то возраста ребенок вообще не исследует эти органы, потому что там нет никаких движений, грубо сказать. А к 5 лет, ну, примерно, да, это уже очень все так размыто, у ребенка начинают естественное развитие. И у него происходит какой-то определенный просто зуд. И это нормально, что ребенок, ну, дети же, они трогают свое тело вот здесь, они очень чувствительны. Не нужно акцентировать на этом внимание, потому что здесь как раз родители делают большую ошибку. Они особым вниманием наделяют этот процесс. И тогда ребенок, ну, а мы все знаем, что ребенку, ну, там, скажи, стакан не трогай. А докуда нельзя трогать стакан? Да, вот так нельзя. Да, именно вот так нельзя. А вот, да, я правильно тебя понял, что вот так нельзя. И все, и тогда начинается вот это вовлечение, концентрация на этом действии. То же самое и с мастурбацией. У ребенка еще нет осознанного, осознанной потребности изучать эту зону. Он просто познакомился, просто какой-то возник зуд, просто тело его пригласило. Мы не особо, да, это вот у нас есть такие изменения, все, мы не делаем особо внимания. Если вы туда не будете прикладывать никакого внимания, то это пройдет. Ну, то есть он же не каждый день нос трогает. Ну, потрогал и все. Другое дело, что если вдруг вы видите, замечаете, что ребенок прям как-то, ну, как бы компульсивно, маниакально начал трогать. Вот здесь возникает вопрос первое. Может быть, у него что-то, ну, со здоровьем. Может быть, какой-то, например, вирус, и его эта зона волнует. Это не связано ни с какой сексуальным контекстом. Это связано с какими-то физиологическими процессами. Необходимо обратиться к специалисту, да, и понять, в чем дело. Второй момент. Если это все-таки какая-то маниакальное уже поведение, но не будем исследовать, почему, но если вы видите, что ребенок не может оторваться от этой зоны, мы не нужно ничего делать, нужно обратиться к специалистам. Ну, сначала это нужно к педиатру, посмотреть, что там, не знаю, в норме, не в норме, физиология. Ну, если в физиологии все норм, педиатр может направить либо к психологу, либо, например, к психиатру, потому что мы можем наблюдать, например, какое-то как маниакально-компульсивное поведение, и тогда это немножко другая история. Опять же, обращу внимание, это не совсем про сексуальный контекст. Да, это может вас шокировать. Сейчас я отдам какую-то поддержку родителю. Ну, то есть, если вы это увидели, все-таки, если про ребенка маленького понятно, что нужно делать, то есть выдыхаем. Если это уже подросток, закройте дверь, извинитесь, и выйдите из комнаты, и задайте себе вопросы, что меня так шокировало. Потому что, ну, это нормально. Ну, если в вашем детстве говорили, что это ненормально, но взрослые очень жестко ошибались, да. Хочется еще спросить, поскольку наша сексуальность, она связана с социализацией в том числе, как влияет культура, да, культурный контекст, медиа, вот это вот все на нашу сексуальность влияет? Ну, смотри, здесь знаешь, как бы я, наверное, ответила, что сейчас в социуме очень много всего. И, с одной стороны, в теме сексуального прогресса есть, если раньше мы видели табуированность этой темы, и, например, в нашей юности, ну, не знаю, в твоей, моей точно, мы про это мало разговаривали, да, и совсем, ну, то есть, это какие-то маленькие книжечки, совсем маленькая информация, или, там, не знаю, участковые гинекологи только говорили про это, да, не дай бог, то сейчас мы видим очень большой поток информации, то сейчас, конечно, наша задача это, ну, если это родители, ограждать, какую информацию получают ваши дети. И если они какую-то информацию узнали, то раз, ну, обсуждать это. Потому что сейчас очень много, ну, знаешь, как тут очень аккуратно в этой теме хочется двигаться, и все-таки здесь очень есть вещи, которые и экологичные, и пока мы не знаем, к чему это можно привести. Вот, например, да, там выбор ориентации, допустим. Многие говорят до 12 лет, что они определились со своей ориентацией. Вот здесь вот я бы, например, давала такую рекомендацию не спешить. Не спешить родителям не падать в обморок, да, потому что это определенные установки, которые есть старого поколения. Ну, и детям тоже не спешить, потому что все-таки психосексуальное развитие и гендерная идентичность, и то, как человек себя чувствует, это все-таки, ну, какой-то процесс. И не нужно с этим спешить. Но социум влияет, и нужно, если вот говорить про родителей, спрашивайте, что думают ваши дети, какой сексуальный контекст, почему они это выделяют, почему они начинают думать, что они, там, не знаю, такой ориентации, такой... Или вообще асексуальные. Да, асексуальные что происходит? Потому что это очень такой важный звоночек. Когда я общаюсь с подростками, и когда они мне заявляют, что они, вот, например, не знаю, выбрали ориентацию, ну, типа не классическую, стандартную, то чаще всего это вопрос не в ориентации, а в психотравмах, которые уже получены. И тогда они начинают ограждать себя от контакта с противоположным полом и выбирать однополую связь. Поэтому вот здесь очень бы я исследовала, почему. Потому что когда с подростками начинаешь разговаривать, они тебе все рассказывают. Супер. Давай еще сделаем небольшую рекомендацию для наших зрителей. Что можно еще почитать, поисследовать, посмотреть, упражняться, в чем? Смотри, я бы рекомендовала первое. Это две книги про... Есть такая книга Робби Харрис. Это «Давай поговорим про это». Это книжка такая водная, про тело мальчика и девочки, как она устроена, про отношения. Вот эту книгу я рекомендую каждой семье иметь. И если совсем у взрослого большие есть сложности и распрощения в этой теме, можно начать с вот этой книги. Потом я еще рекомендую загуглить в интернете и найти правила нижнего белья и вот эту методичку ВОЗовскую про стандарты психосексуального развития. Она обогатит. И, ну, действительно, вы очень много поймете, зачем нужно психосексуальное развитие. И прям там четко есть по возрастам. И про правила нижнего белья. Это про безопасность, которую должны знать и дети, и взрослые. Еще одна рекомендация. Это уже такая... Погорячей. Есть такая классная книга. Книга Эмилии Нагоски. Тренинг по сексу. Что, как хочет женщина. И я бы ее рекомендовала как женщинам, так и мужчинам. А семейным парам читать вместе. Там очень много рассказано про то, как устроена наша биология, как стресс влияет на сексуальную жизнь, и что можно сделать для того, чтобы жизнь стала интереснее, счастливее, и партнеры могли сближаться. И еще одна книга, которую тоже рекомендую, это Джон Готман. Это «Карта любви». Ну, потому что, если мы хотим какое-то сексуальное развитие, какого-то классного физического контакта, близость, без общения, понимания любви, взаимопонимания, это невозможно. И вот эта книга «Карта любви» она может помочь парам стать ближе и быть счастливее. Спасибо большое за этот деликатный разговор. Хочется верить, что у каждого вечная жизнь станет значительно счастливее по словам. А следующая наша встреча будет посвящена теме пространства для развития. Как создать такую среду для детей, чтобы проявлялись их таланты. Обсудим. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok